Нездорово, а здорово! Среду среды Невзорово! Нездорово, а здорово! Среду среды Невзорово! Невзоровские среды! 2105 и действительно Невзоровские среды открывают свои гостеприимные двери, будут вас терзать глаголом, как нас тут призывают на ютюбе. Александр Невзоров и Валерий Нечай приветствуют нас из Петербурга. Меня зовут Ольга Журавлева. Ну, что же... Оленька, мы в Гильвеции, но Невзоров это еще полбеды, Нечай тоже полбеды. Здесь в зале присутствует закутанная в темную шаль таинственная фигура. Русская провокация. Таинственная фигура, в которой все опознали Белковского. Надо сказать, что мой друг Стас перебирается в Питер, потому что в цирке на Фонтанке он готовит представление по поэме блока «12 слонов». И поскольку он является одним из самых выдающихся укоротителей слонов, по крайней мере, в Петербурге, то, несомненно, это будет замечательный спектакль. Но самое главное, надо сказать, что те, кто смотрит сейчас Ютьюб, у нас Белковский встанет на табуретку, если мы ее найдем. Да, встанет на табуретку и прочет стишок, если мне дадут, конечно, беруши. Так вот, смотрите, еще с утра я... Это большая ответственность. С утра я понимал... С утра я понимал, что у меня что-то свербит. И свербит чрезвычайно, пока не сообразил, что не взоровские среды, но в данном случае прямая аналогия с другими средами, важными, и вспомнил, что сегодня замечательная дата, день рождения Ивана Петровича Павлова. Но перейдем к делу. Вот смотрите, как хорошо, что усилия кремлевской пропаганды не проходят даром. Они не прошли даром. Россияне не только готовы сложить головы за отечество, но уже и делают это. Причем преимущественно они складывают свиные головы под дверьми политических противников режима. То есть всяких там и велосипедистов, да? Инсталляция головы за отечество, как правило, украшена вбитыми в лоб в теменную кость ножами. Глаза у этих голов выколоты. На всяких впечатлительных интеллигентов, которые что-то где-то не так пискнули про режим, это производит, конечно, парализующее впечатление. Они обращаются в полицию. И, кстати, зря обращаются, потому что полиция с места происшествия головы изымает и увозит в неизвестном направлении. У меня вопрос, они готовы или сыры? Этот, грубо говоря, правовой акт совершается полицией для приобщения голов к делу приготовления холодца. Никакого нет сомнения, да? Ну вот заплаканные либералы, между прочим, могли бы и сами это делать. Тем более, что нож уже есть. Конечно. И еще требовать ножик к этой голове, а также укропчика и лавровый лист. Скажите мне, пожалуйста, вот кроме в голове, что самое вкусное? Это мы обсудим потом, да? Потому что с точки зрения нейрофизиологии в голове как раз самое вкусное не то, из чего получается холодец. Ну вот такие инциденты зафиксированы в Москве. Там свину отрезанную голову подбросили под дверь муниципального депутата Зогордан, да? Ну и еще в паре мест. Это дама, если кто не в курсе. Да, это дама. В принципе, ничего другого не следовало ожидать, потому что пропаганда натравливания, практика натравливания на врагов режима должна была вот эти все ядовитые всходы, уродливые всходы дать. Но пока что мы видим, что Кремлю усилиями своих трубадуров удается мобилизовать патриотов на поливание мочой, на закидывание всякими каловыми массами, на смесь этих субстратов. А также на так называемую святую воду, зеленку, поджоги, пищевые отходы и на возбуждение уголовных дел. Трудно сказать, вот очень трудно сказать, будет ли у этих поползновений какое-нибудь кровавое продолжение. Если будет, то до какой степени оно будет экспрессивным и масштабным. То есть до сих пор непонятно, до какой степени безопасно можно играть во все эти пещерные игры. Но спасибо Кремлю, у нас будет возможность это выяснить экспериментально. Это очень интересно и прекрасно, что мы этот эксперимент ставим, что называется, ин виво, то есть на живом. На людях. Совершенно верно. То есть, конечно, понятно, что если в первом акте на стене висит Милонов, то впоследствии он должен выстрелить. Только вопрос, сколько громок и из какого места будет произведен этот выстрел, остается пока открытым. Или, например, там у нас есть еще Поклонская. Возможно, мы все тут, все вместе хихикаем и недооцениваем тревожность ситуации, не обращаем внимания на те симптомы, которые прямо свидетельствуют о, я бы сказал, такой высокой вероятности серьезного социального кошмара. И легкомысленно думаем, сидим здесь себе в Гильвеции, наслаждаемся обществом Стаса Белковского и его будущей поэзии. Он, кстати, снял с себя шаль, поняв, что он разоблачен. И вот мы все думаем, что и Хрустальные, и Варфоломеевские ночи, они ушли в какое-то далекое прошлое. Вот я ничего не хочу. Александр Ильич, простите, вы сейчас о себе говорите? То есть вы как бы иронизировали над этими тревожными признаками? Или вы имеете в виду нас в смысле общества? Я имею в виду вообще легкомысленное отношение к происходящему. Но, опять-таки, я могу сказать, что просто для ремарки, что Гаспарды Калиньи, да, или Таубер, там, Брикел, убитые в Хрустальную и Варфоломеевскую ночь, тоже были уверены абсолютно, что современный им в ту минуту уровень развития делает эксцессы, массовые эксцессы, такого рода абсолютно невозможными. Мы помним, как хихикали гугеноты, и как берлинские евреи возмущенно трясли пейсами, доказывая, что сегодня и сейчас массовые погромы и убийства абсолютно невозможны. О том, в общем, как сегодняшняя Россия очень легкомысленно играет с огнем, в этом есть свое огромное очарование. То есть мы не понимаем, не понимаем до сих пор, как может повести себя узаконенная и уверенная в своей безнаказанности злоба, хорошенько настоянная на знакомых идеях национальной и религиозной агрессии, что будет абсолютно непонятно. Ну, а это прямая расплата за то, что история не является наукой, потому что, в отличие от науки, она не обладает никакой предсказательной силой, прежде всего, да. С ее помощью нельзя уверенно моделировать ситуации и предречь их исход, хотя вроде бы все так просто, компоненты понятны, да, и все процессы одуряющие, примитивные, и природа злобы Хомской тоже, она неизменна уже на протяжении многих, многих миллионов лет. Вот более сложные процессы для нас абсолютно понятны и предсказуемы. Мы точно знаем, что там 92 протона и 43 нейтрона в Е2-235 урана точно развалятся на баре, там криптон и еще какую-то фигню. И что лучше рядом точно не находиться. Так в химии, да, мы понимаем, что не надо в мокрую руку, в мокрую ладонь зажимать кусок натрия. Мы понимаем, что произойдет. И все закономерности вычислены. Опять не могу с вами согласиться, потому что, как мы знаем, вот наше общество, мы часто вот в новостях видим истории про людей, которые с удивлением обнаруживают, что падение включенного электроприбора в ванну, например, наполненную, вызывает удивительный совершенно, удивительный эффект. Ну и так же есть премия Дарвина за подобное. Да, конечно. Так что, может быть... Ты имеешь в виду Рогозина. Наверняка имеешь в виду Рогозина. Понятно, понятно. Почему нет? Многие люди как раз, они пытливы, но совершенно не в курсе, что все эти опыты уже проводились. Поэтому, может быть, в этом проблема? Я понимаю, нет, ну тут ведь пойми, да, бабахнет или не бабахнет сегодняшняя ситуация, все равно, сколько бы мы не хохмили и не шутили по этому поводу, абсолютно непонятно. Вот сегодня мы берем практически все компоненты, все, да, из которых делаются масштабные кровавые национальные трагедии. Всякие смуты, революции, катаклизмы. Мы их смешали и начали взбалтывать. И нам нравится, что наша колбочка теплеет, да, как это бывает, когда начинаются серьезные реакции. Ну, это вам нравится. Что бегут всякие смешные пузырики, да. Но мы знаем, с какой легкостью в России всякая смешная и одиозненькая, да, превращается в смертельное и тотальное. Но, честно говоря, интересно будет посмотреть, превратится ли все это в общенациональный пожар. В любом случае это будет поучительно и у нас есть возможность понаблюдать. Особенно при столь, я бы сказал, такой удручающей, рахитичной оппозиции, которая демонстрирует нормальный, упорный политический аутизм, да. Я даже не говорю в данном случае про водородицу Ксюшу, которая, кажется, опять заскучала и опять собирается хайпануть на политике. Ну, она же сказала, что она не против быть губернатором Петербурга. Да, да, да. Она будет проповедовать... Вас это должно беспокоить, джентльмены. Нет, меня это не беспокоит. Она будет проповедовать всякие высокие материи, будет рассказывать о превосходных ценностях свободы, права, разума, честных судов и выборов. При этом она себя позиционирует как некий продукт этих явлений и их носительница. Но Ксюша вот в качестве, скажем так, пропагандиста этих вещей так же уместна, как египетская мумия в рекламе освежающего крема. Александр Глебович. Представьте себе коробочку освежающего крема с лицом жреца Петесса. Вот смотрите, я вот вспоминаю на самом деле, когда у нас Валентина Ивановна была, там же все тетеньки у нас в Смольном, они были мини-Валь Ивановны. То есть вот в этих костюмах с большой розочкой, как она. Так может быть у нас там точно так же все в лабутенах и тому подобное? Нет, ну... Это очень украсит город. Это очень украсит город. Он один раз уже был украшен. Он вообще многократно бывал украшен. И фонарей, что называется, хватает на всех. Но когда мы говорим о Ксюше, мы говорим, что она весьма и весьма сомнительная реклама всех этих ценностей. И что не существует лучшего способа привить массам отвращение к праву и свободе, как через ее образ. Тут как раз все понятно и понятно, что ею еще попользуются. Но вот смотрите, у нас снова вспыхнула заплесневевшая звезда Навального. Спасибо, конечно, Золотову за это. Но вот, боюсь, не только мне одному слышится звон кремлевского молота и чеканы. И мне, не только мне понятно, как выковывается и чеканится его образ. Причем, смотрите, его же... Пиша Леонидович, подождите. Подождите, его пересаживают... Вы говорите сейчас о человеке, которого на 30 суток посадили, а потом добавили еще 20, просто не приходя в сознание. Ну вот правильно, его пересаживают... Вы хотите сказать, что нашему рыжему делают биографию? Ну, смотри, его пересаживают как фуксию из карцера в карцер, да? И делают это очень целеустремленно и заботливо. Понятно, что никто не будет так себя вести со смертельным врагом. Так, хорошо. Представим себе, что у Александра Глебовича враг Навальный. Вот он страшно опасен. По правилам игры, убивать его нельзя, а что-то надо сделать. Что бы вы сделали, Александр? То есть, вот я... Подождите, вот я, предположим, да. Нет, это у нас там Стас. Это Стас, который снова закутывается в шаль. Он репетирует. Ну, вот, предположим, я кошмарный тиран, диктатор. И у меня есть враг, которого нельзя убивать. Вот такое вот странное и неприятное обременение. Как бы я поступил? При том, что мне необходимо каким-то образом ликвидировать эту проблему. Есть прекрасная техника. И известна она не только мне. Я бы действовал вообще предельно просто. Вот если персонаж полностью подконтролен, то есть, какое-то время находится в узилище или в заключении, то его обработка очень, я бы сказал, хорошо известными препаратами не составляет никакого труда. Причем она не будет замечена никем, включая самого фигуранта. Он еще даже выйдет с этих суток в прекрасном, бодрейшем настроении, в здравом. А вот где-нибудь через 11 дней начнутся всякие необратимые изменения психики. И он на пресс-конференции вдруг внезапно захихикает или начнет ловить воображаемых мух. И даже их есть. Или будет вытаскивать козявки или ушную серую и предлагать полюбоваться цветом. Какая гадость. Удивительной консистенции этих выделений. Понятное дело, что это будет списано на то, что политика дело нервное. И ничего удивительного нет в том, что парень надорвался и не выдержал вот этой всей жуткой обстановки. Ну и обвинять-то как раз в тех властей, которые его держали? Ну да, конечно. Очевидно, что это они довели до суммы. То есть, вы в качестве тирана подставляетесь просто? Нет, нет, нет. Нет, понимаешь, тут в любом случае это проще, чем убить. И возникает некая спорная ситуация, как всегда возникают спорные ситуации, которые, в общем, ничего не стоят, где срабатывает такая чудесная дуальность. Что такое дуальность? Вы помните, это вот абсолютно равноценное описание ситуации, но с противоположных сторон. Один человек, глядя на шахматную доску, говорит, что он видит черную доску с белыми клеточками. А второй человек, глядя на эту же доску, говорит, что он видит белую доску с черными клеточками. Я комментирую, что вы видите, что это стакан на пиво на пиво на пиво на пиво на пиво. Это у нас тут белковки тоже говорит. Я прошу специалистов, находящихся на площадке в Финкбурге, у нас тут статик. Санислава Александровича как-то придержать, потому что ваших слов не слышно, но помехи возникают в речи Александра Глебовича. Моя задача в том, что это помехи. Ну вот, поймите, да, ребят, заподозрить Кремль в нежелании осквернить свои белоснежные манжеты такими пакостями, мы, в общем, не можем никак. Ну, во-первых, такое проделать жутко интересно. Если бы я был тираном и диктатором, я бы это сделал. Вы бы свели с ума своего противника. Конечно, да, фармакологические. И манжеты давно уже не белоснежные. То есть, повадка Кремля хорошо известна. То есть, то, что сейчас с Свердиловым происходит, это что-то подобное, да? Не знаю, не изучал вот конкретно этот вопрос. В данном случае мы ограничиваем с разговором о Навальном. Я вижу, что с ним себя ведут, как с этой вот Фуксией. Я повторяю еще раз. Он мне даже симпатичен. И я даже закрываю глаза на его православные задвиги. Хотя это, в общем, тревожный звоночек. И адекватность не гарантирована, мягко говоря, у человека. Но не видеть тех очевидностей, которые присутствуют, и которые я вам же выписал, я тоже не могу. Потому что это хорошая идея, протравить, образно говоря, протравить страну от охамевших единороссов. Это здоровая инициатива, но не такими силами, не такими персонажами. Вот пустить клопов против тараканов и наблюдать за их схваткой. Оппозиционеры ведь действительно очень жалко представляют зрелище. Они, конечно, хайпуют, декламируют, светятся в надежде на то, на что? В надежде на то, что палачи, кровососы и другая всякая кровавая губня пригласит их на богатый корпоративчик или на дорогую свадьбу. Потому что вот все эти усилия наших оппозиционеров, они, как правило, этим и заканчиваются. Хотя есть, например, гораздо более интересный способ отхайповаться сегодня. Рекомендую всем дешевый, прекрасный способ. Самый дешевый хайп – это надо поехать в Солсбери, найти там ресторанчик и любое кафе. Три ложки супа, потом запираетесь в туалете, заявляете о чудовищном поносе, потом там же падаете в обморок и гарантированно возбужденная толпа людей в сейбристых скафандрах, оцеплении, пресса. И вы будете на всех страницах мировых таблоидов. То есть вот опоноситься и проблеваться где-нибудь в Солсбери, в Солсбери – это точно хайп на весь мир. Кстати, какая-то девица попробовала. Солсберецкая дева, я уже так называю. Это же самая модная местечка для отравления. Несолидно сейчас быть отравленным где-нибудь не в Солсбери. У девушки все получилось. Пару тысяч подписчиков она в Инстаграме на этом заработала и совершенно счастлива. Но вообще в основном... Она могла бы баллотироваться в пост губернатора. В общем, эффект был бы тоже, видимо. Ну нет, я думаю, что... Правильно понимаю подходы к хайпу? Там, ну как, подожди. Вот в основном от всяких наших отечественных попыток хайпа сильно несет идиотизмом. В Петербурге вот то, что называется провернули акцию практически, которая должна была означать начало половой войны. Вот можно я вам сразу задам этот вопрос? Скажите, как давно вы занимались мэнспредингом? Мне записано. Я вообще... Вот, кстати говоря, надо было жалко, ушел Петровский, удрал в баню. Надо было спросить, в какой позе сидит Зевс в античном зале. Вот я думаю, что как раз на нем можно было бы тренироваться. Но вот тут девицы... Так, Белковский у нас опять. Я решил, что мы подпилим ему ножки его табуретки, откуда он будет выступать. Да, совершенно верно. Ну вот девицы решили посражаться за священное право раздвигать ноги, да? Полагая, что посягательство мужчин на эту священную прерогативу должно быть наказано. Понятно, что вот отбеливание, отбеливание пассажирских яиц в митрополитене не имеет ни смысла, ни результата. Это такой химический чистый хайп. Но, думаю, даже у девушки подписчиков не прибавилось. Но я нашел для нее отличную работенку. Классную работенку. Потому что она это еще не дно. Можно гораздо тупее. Дело в том, что Минобороны тоже решила отбелиться. Но вот советов этой девушке им явно не хватило. У нее бы это получилось лучше. Я говорю о проделке Министерства обороны с Буком. С тем самым Буком. Где действительно красавица. Они дали какой-то удивительный ответ. Никто так виртуозно на след самого себя еще в мировой истории не выходил. Тут даже с писателем такой традиционный подфуражечный идиотизм. И то не получится. Все знают про то, что они установили, где эта ракета находится. Четко это обозначили. Но потом выяснилось, что эта ракета была продана Грузии. А из Грузии во время краткой российско-грузинской войны она попала обратно в Россию. То есть даже те люди, которые сомневались в причастности России к Буковой истории, они в общем получили абсолютное доказательство и сомнений лишились. Вообще... В общем, я как-то в том, кто делает Фейсбук. Конечно. Вообще все, за что бы ни взялись, получается Бук. Получается Бук. Я тут посмотрел одну чудесную вещь. Вообще интересно, до чего дойдет Минобороны с так называемым главхрамом. Потому что будут явлены, вероятно, чудеса необыкновенного маразма. Вы знаете, что планируется строение высотного такого архи-сооружения главхрам Минобороны. Там высота 95 метров. Да. Но мы помним, что в Солбере 123. Да. Ну вот вообще... Это шпиль. Шпиль сверху установить, и все будет хорошо. Архитекторчик этой конструкции тоже, видать, в погонах. И проектик такой пугающий. Посмотрите на этот проект. Опять получился Бук. Но очень большой и с сильно распухшими боеголовками. Более того, он еще открашен в такой вот военный цвет. Там оставлены места под огромные погоны. Потому что главхрам должен будет получить какое-то звание. И под бесконечное количество лампасов, которыми он, вероятно, будет окутан. Вероятно, он будет учить остальные церквушки. Как-нибудь ходить с троем. В общем, произошло то, что должно было произойти. Милитаризм приносит долгожданные плоды. Известно, что будет организована рота. Рота иконописцев. То есть, бедного древнееврейского бога все-таки запрягли дровять генеральские сапоги и обслуживать режим. Не надо придумать ему какую-то должность примен обороне. Послушайте, а вот эти погоны архистратига или там что у вас, боже мой, поиграв, вдруг на экране появился? Вдруг появился Стасик. Он ушел. Он ушел. Который побежал по известной нужде. Спасибо большое. Ну, бывает. Так, возвращаясь к храму. К храму, да. Почему вы все это ведете? Я к тому, что надо... Может, его вообще не построят? Нет, его, конечно, построят. Потому что на его постройке можно украсить столько, что он все равно обязательно будет построен. Это же процесс бесконечный. Но меня больше здесь волнует роль Бога. Потому что понятно, что его надо взять хотя бы на какую-то ставку в Минобороны. И чтобы он готовил какие-нибудь релизики для Картополова. Но я, правда, сомневаюсь, что удастся найти такую фуражку, которая нализала бы на терновый венец. Но, в принципе, то, что называется, все возможно. Я вам скажу, что там на самом деле пятеро товарищей. Там четыре святых посвященных храму и Богу. Так что там пятеро сработают. Да, конечно. Конечно. Но, тем не менее, понятно, что... Руководство. Нет, я ведь к другому клоню. Когда я заговорил про то, что Минобороны создает иконописную роту, понятно, что и образа будут соответствующие. Вместо всяких там слов про вседержителя будет строго начертан, причем наверняка так наискосок, наподобие революции. И у него не вышло откосить с приписочкой такой церковно-славянской вязи «Годинг нестроевой» или что-нибудь в этом духе. Понятно, что... Хорошая идея. Понятно, что они взяли его, да, взяли его в оборот. Нам, похоже, не удастся откосить от новостей, поэтому... Да, да, да. Здесь мы должны сделать небольшой перерыв. Я надеюсь, что в перерыве все зрители Ютуба, наконец, придут в сознание и начнут... Придут, придут. А Стасик... ...трансляцию. И, пожалуйста, не забывайте, что мы ждем вас после новостей. Александр Недзоров, Валерий Нечай, Ольга Журавлева в этой студии. А Стасик ушел по известному, где выучить стих. Я просто мне не дали договорить. Фу. Так, вопросы пока... Да. Здравствуйте, Александр Глебович. И у меня к вам такой вопрос. Существует ли свобода выбора совершаемых человеком действий с точки зрения нейрофизиологии? И второй вопрос. Что вы думаете по поводу опытов с деафферентированным мозгом, когда животное при отсутствии афферентации сохраняло способность к локомоции? Не девальвирует ли это теория условных рефлексов? Нет, это не девальвирует, потому что, когда мы говорим о спинальном существе, которое, скажем так, мы можем полностью, абсолютно спокойно доцелебрировать любое существо, тем не менее способность к локомоции, что доказано там на лягушках и крысах, оно будет обладать. Что касается ответа на первый вопрос, он гораздо важнее, и он очень уместен на этот вопрос. Сегодня, в день рождения Ивана Петровича Павлова, Иван Петрович поставил все точки, расставив над «и», сказав, что все наши волевые движения детерминированы, свободой воли не оказывается. Как раз это все в павловских средах, но это не совпадает по каким-то приятным круглым датам с сегодняшним днем, но, тем не менее, это сказано и определено со всей категоричностью, с которой я, например, полностью согласен. Добрый вечер, Александр Глебович. Добрый вечер, мой вопрос будет о роли и значении отца в жизни и развитии свободы мыслящей личности. Это вопрос к вам и одновременно как к человеку, выросшему безотцу, но имеющему некий аналог, как я знаю из вашей биографии, в виде деда, и как при этом к самому отцу образцового семейства, как мне кажется, ваш сын может брать с вас пример с большой гордостью. Вопрос-то к чему? В принципе, у нас в России 70% семей, они неполные. И, в принципе, это считается большой проблемой. Но не хуже ли, на ваш взгляд, когда отцом семейства, и примером, например, для своего сына или для дочери, является тот самый скрипоносец, тот самый пьяный, обдолбанный полковник, после воспитания которого этот замечательный ребенок, вызывая нормального здорового человека, подобно Золотова, на дуэль, говорит, он не знает слова сфатисфакция, он говорит всего лишь, но меня батя так учил. Что вы насчет этого думаете? – Сложнейший вопрос, потому что у меня здесь вот как раз я вот в той самой двоякой роли, о которой я вам говорил. Да, я был в свое время, конечно, я благословлял. О, Стасик, умница! – Только мы не успеем. – Я благословлял, отлично! А беруши? – А беруши есть? – Беруши есть. – То есть я благословлял, конечно, свое сиротство, потому что это сиротство дало мне абсолютную свободу. Дедушка очень мало и очень деликатно, кстати говоря, понимая, что у него как бы капает-капает кровь в срок, он очень-очень редко меня брался воспитывать. В основном он и дал мне вот этот вот поразительный опыт, когда очень близкий человек только предоставляет массу возможностей, а у меня действительно были определенного рода возможности, надо было меня видеть тогда. Это были патлы ниже плеч, это была битая пенсная рваная солдатская шинель, и я путешествовал по такому названию Святой Руси. И когда меня где-нибудь ловили, я просто давал определенный телефон, по которому милиционеры рано или поздно звонили, и позвонив по этому телефону, они вставали. И меня не только отпускали, но еще и кормили. Поэтому вы абсолютно закопали в свой вопрос практически все ответы, и умный человек услышит эти ответы. Просто нам пора уже в эфир. Спасибо. Так, нам надо каким-то образом остановить Белковского. А сейчас будет, да, надо будет, чтобы он в эфире не начал бы читать стихи. Я предлагаю закрыть дверь. Нет, Стасик, желающий прочесть стихи, выломает эту дверь вместе со стеной. Он же неостановим. Он неостановим, поэтому... Он неостановим. Там надежда только на Сережу, который где-то там ест. Ага. Это вот решайте следы, да. Так, мы сейчас скоро начнем. Да, поехали. 21.35, продолжаются Невзоровские среды. Ольга Журавлева из Москвы, из Петербурга. Валерия Нечая, Александр Невзоров. Оля, я тебе должен сейчас сказать... Я продолжу тему, потом мы перейдем к вопросам. Мне все-таки там пришлось прерваться. Я хочу поделиться такими, в общем, позитивными соображениями, которые редко от меня услышишь. Дело в том, что меня очень радует, что все это мракобесие в России имеет такие откровенные анекдотические формы. И вот особенно мил генералитет. Посмотрите на тот же генералитет. Посмотрите на этого Картополова, начальника военно-политического управления. У него все время отклеивается православие. Но это еще как бы полбеды. Дело в том, что у самой России она тоже, кажется, отклеилась. Очень плохо обстоят дела у Гуни. Очень плохо у Гуни обстоят дела. Я имею в виду Гундиайла. Еще хуже... В вашем голосе звучит неподдельное сочувствие. Настоящее сочувствие. Так, сейчас, несмотря на то, что мы всю роту сотрудников инвестиции собрали, попросили не пускать Белковского, он пришел. Где-то он разорвал ватника. И, Стас, только не сейчас читаем стихи. Пожалуйста, дорогой, подожди. Эфир идет. Пришел Белковский, перенес стремянку, собирается на нее влезть. Влез тем, кто это не видел. Стас, тебе придется в таком виде постоять до конца эфира. Может, дело... Знаете, все почему происходит? Потому что Юнис в Москве. Юнис в Москве. Здесь такая понизовая войница. Смотрите. Возвращаемся. Да, возвращаемся. К отлеившемуся православию. Да. И у Гуни действительно дела очень плохо. После этого изменится, что он ждет в конце эфира. Это что такое? Да, в таком виде совершенно верно. Скандал с Томасом оформился в абсолютно адский скандалище. Все точки расставились. И на днях Украина получает Томас и становится иерархически главнее РПЦ. И древнее, и главнее. Не равнее? Нет, не равнее. Дело в том, что РПЦ никакого Томаса не имеет и не имеет права даже скандалить. И предъявлять какие бы то ни было претензии тоже не имеет права. То есть, получается, что на Украине там генералы, а у нас рядовые. Да, да, да. Даже вставать в Дуду, я имею даже в полную Дуду, Дуда это особая поза польского президента, который рядом с Трампом так вот, оттянув от топыри... Стас, не слезай с лестницы, пожалуйста. Оттянув и от топыри в задок, что-то подписывал. И вот даже если представить себе Гундяева в Дуде, то это его не спасет. Но я хочу сказать другое. Вы знаете, у меня есть любимая игра. У меня есть любимая игра находить параллельные сюжеты, находить парные сюжеты, которые помогают понять друг друга и скомплектовывать. Нет, нет, парни, это не является парным сюжетом. Парным сюжетом здесь является скорее... Вы знаете, что в Милане была неделя высокой моды. И что на этой неделе... Вообще там часто это случается. Нет, она только недавно закончилась. И там по подиуму дефилировали модели с тремя грудями. С тремя грудями. Все модели были с тремя грудями. Какое это имеет отношение к Томасу и Гундяеву? Самое прямое. Дело в том, что вот эта попытка окормления Украины, Молдовы и Белоруссии здесь является замечательной аналогией. То есть, если там недели высокой моды, лишнюю грудь модели отстегивали, отклеивали, надписывали и дарили или продавали, в общем, Гундяеву придется сделать то же самое, но со всеми тремя. Потому что вслед за РПЦ уйдет, конечно, и Молдавия, и Белоруссия. Никто не будет якшаться с самосвятыми и самозванцами. А Гундяеву действительно... Насчет Белоруссии вы меня как-то ошаражили. Будет реализовывать Белоруссия о ликвидации РПЦ ЛБ. Нет, конечно, потому что теперь... Теперь существует неканоническая организация. Это, вот смотри, Оля, это примерно, вот представь себе сходку жильцов на кухне в коммуналке. Скандальную, яростную. По поводу обсуждаются насущные важнейшие вопросы о том, можно ли громко шуршать бумагой в туалете, кто должен менять лампочку. И есть один человек, который громче всех скандалит, который сильнее всех орет, а потом выясняется, что он не прописан в квартире. Вот в такой же ситуации оказался Гундяев. Да, ему надо было... То есть вы думали, что он ответственная квартира съемщик? Нет. А он, оказывается, просто угол снимал у бабушки. Да, он доигрался, он доигрался. О канонической, как бы, о неканоничности РПЦ никто бы и не догадывался. Не, я просто не могу, тут стоит Белковский на лестнице, Оль, ты не видишь этого. Стоит Белковский на Стримянке, рядом с нами. И вот это вот разбитое корыто московского патриархата, оно не поддается уже канонической починке и ремонту не подлежит. Подожди, Стасик, важный момент. И я подозреваю, что, конечно, вот они все, эти Гундяевы, эти генералы, они, конечно, мечтателя Владимира Владимировича доведут. И попы, и генералы. Доведут своей безграничной с глупостью, диким чванством, и он от них уйдет. Он уйдет в старцы Федора и Кузьмичи, по примеру, царя Александра. Тот ведь тоже свалил, поняв непреодолимость идиотизма. Там же есть проблемы, потому что... Сообразив, что, в общем, Третий Рим с козлами построить невозможно. Ну, просто Александра пришел Николай Палкин. Ну, вот Владимир, он прихватит, вероятно, пакетик собачьего корма для Золотова и тайно, ночью, приклеив бороду, уйдет из Кремля в таких импортозаместительных лаптях, стуча посохом мимо ЦУМа в неизвестном направлении на эхо Москвы, как я подозреваю, скорее всего. Спасибо. Главное, чтобы он не попался бы... Главное, чтобы он не попался бы ночному разъезду ОМОНа. Ну, мы же видим, что все повторяется, и понятно, что в виде кошмарного анекдота, но повторяется. Про выборы, да. Александр Ильич, есть очень важная тема, которую не оставляют наши слушатели. СМС-ками просто забросали. Весь чат Ютуба кипит. Каждый новостной выпуск сообщает нам, что Баширов оказался чипигой. Вот мне пишут, что через фрикативное Г нужно... Да, еще он полковник и герой России. Полковником. Самое главное, Оля, у него есть дети, и он женат. Ну, это, честно говоря, вот меня это не особенно взволновало, но меня взволновало то, что так быстро это обнаружилось. Александр Глебович, все же подозревали, что эти ослазберецкие молодцы по ненастоящим паспортам ездили. Да, какая неожиданность, какая неожиданность, Туренька. Что так вот прямо вдруг обнаружатся настоящие имена и настоящие биографии. Вы ожидали? Нет, я ожидал, потому что... А я видел, как брали Грозный, да, я видел, как... То есть я предполагаю, как сверлили бедную ракету. Я видел вообще много чего в течение своей жизни. Ну как же, это же спецслужбы, вы же их уважали. Нет, я к ним симпатии своей не отменяю. Но прекрасно понимаю, что все в этой области предельно-предельно зыбко. Но я хотел вот ответить на вопрос о выборах скорее, да. И честно сказать, что я не хочу на эту тему вообще разговаривать. Я без уважения... Прекрасный ответ. Да, без уважения и интереса отношусь к выборам. По мне, любой абсолютный чиновник или политик в России, это бесполезная ископаемая, деформированная жуткой средой и являющаяся микрочастью этого всего кошмара. И никакой нет разницы, что у него написано на партийной корочке. Все они одинаково мерзкие чинуши. Ну, согласитесь, что новое ископаемое, оно лучше, чем старое. Оно все равно бесполезное ископаемое. Ну, может, их просто менять почаще? Знаете, как носки там... Ну, вы знаете, кому-то кажется важным эта смена. Но вот есть среди избирателей гурманы. Им кажется, что есть принципиальная разница. Их будет жрать пятнистая гиена или бурая, да. Но на самом деле эти ощущения... А маленькие гиеночки такие симпатичные. Да, маленькие гиеночки, мы знаем, кого вы имеете в виду. Ведь поймите, они же все, в общем, пребывают в этой милой уверенности, что бурой гиеной быть съеденным интереснее, чем пятнистой. Пусть они остаются, да. Но мы-то понимаем, что все фальшивые. И даже, вот, например, красавец Прилепин, который так долго и выразительно сверкал лысиной за Донбасс, да, как только запахло жареным, реально жареным, как только там его этот взращенный им батальон стали ставить к стеночке, разоружать и арестовывать, Прилепина даже в голову не пришло ринуться туда и каким-то образом защищать своих. Я его не осуждаю, он писатель. И он и не должен совершать такие безумные поступки. И очень хорошо, что он не поехал. Но я только вот про то, что все очень, все предельно эфемерно и предельно фейково. Но я бы с большим удовольствием сейчас, поскольку нам еще предстоит выслушать стихи в исполнении Белковского, я бы все-таки с большим удовольствием, чем о выборах, я бы поговорил о черепахах. Я очень беспокоюсь. Вы знаете, Оля, у меня есть... Александр Ильич, я не успела даже вас спросить, а кто же тогда должен руководить на местах, так сказать, или там, не знаю, может, вообще вы анархист, если все политики ни к чему не годны. Политики негодны в условиях данной системы, да? Вообще политик обезвреженный, политик, скажем так, политик, у которого вырвано все, чем он может сосать, брать, хватать, отжимать, выгрызать. Это, ну, нормальное политическое животное, которое разводится в специальных вивариях в Европе, которые выполняют свои функции, неплохо выполняют. Никто не катит вообще на политиков. Я говорю только о политиках, в данном случае российских. Но я все-таки хочу о черепахах. Почему я хочу о черепахах? Потому что, вы знаете, у меня есть любимая игра, я нахожу вот эти парные сюжеты, которые имеют отношение друг к другу, и те, которые могут проиллюстрировать друг друга. Известно, что Россия потеряла в Сирии, значит, самолет-разведчик, но тут же поставила в Сирии комплексы под названием С-300. Вот сирийские дикари, да, они сбили русской ракетой, русский самолет, и, судя по всему, то, что называется, извели боеприпас. Его тут же пополнило... Это же вообще неизвестно, может быть, они прям под руководством непосредственно российских инструкторов это делали. Боеприпас тут же... Но мы же знаем, что это все из-за велосипедистов. Нет, нет, нет. Боеприпас пополнила Россия. Это очень трудно объяснимо, честно говоря. Но вот есть некий ответ. Есть некий ответ. На Канарских островах англичанка Джой, веселая, разбитная, чудесная дама, она подружилась с местными затейниками, это где-то было рядом с Тенерифе, и как-то заснула среди них. Стас, не слезай, пожалуйста, с лесенки. Он опаснее... Он опаснее... Он опаснее не на лесенке, чем на лесенке, да. Дайте яблочко. Где это Ева, которая даст яблочко Белковскому? Стас сильно похудел, и все время подтягивает штаны, чтобы все видели, насколько он похудел. Так вот, смотрите, значит, возвращаемся к этой англичанке Джой. Она подружилась с дикарями возле Тенерифе, и как-то раз заснула среди них. Этот пикантный факт вы можете во всех подробностях найти в интернете. Через день она почувствовала сильное недомогание, обратилась к врачу. Доктор произвел сперва пальпирование, потом поглубже, и поменялся в лице, струхнул. Но вот тут волшебная сила рентгеновских лучей во влагалище англичанки обнаружила черепаху. О, Боже! Такой вот закономерный сюрприз ее ожидал от группы товарищей. Я хочу сказать, что Альцент Глебович, или Ахиллес, или черепаха. Да. Примерно то же самое ждет Россию. В результате поставки С-300 в Сирию. То есть, некий закономерный сюрприз. Потому что, как известно, тот мерзавец, который сбил русский самолет-разведчик, конечно же, был расстрелян. Но расстрелян вместе с полагавшимся ему верблюдом. Да. И держа в руке выигранную и полученную в качестве приза огромную тару ящик пепси. То есть, я думаю, что вся эта история с поставкой С-300 обойдется России еще, как минимум, статистик, во сколько самолетов? 16. 16 самолетов. Хорошо. То есть, мы понимаем, что эта история... Ничего хорошего, но хорошо, вы так видите. Да, Оленька, пойми, эта история с черепахой, она годится вообще для всего. Она годится как аналогия к многим новостям, событиям. Вот даже есть милая Челябинская история. Там какая-то чудесная бабушка, которая сообщила зачем-то попу, что у нее есть 600 тысяч рублей. Исход понятен. Она завещание хотела в его пользу. Исход понятен. Учуя в золотишко, поп, конечно, стал невменяем. И провел такое виртуозное попоотжатие этих средств. Хотя там тоже... Зато тоже погасил ипотеку. Скандал, разборки, старушка плачет. Ну вот, нефиг было среди дикарей засыпать. Как бы всегда надо ждать эту черепаху. Справедливости ради скажу, что его уже отстранили от служения. Ну, отстранили, но сам это не решили, да? Ну, дело, знаете, церковный суд, он долгий. Всякое может случиться. Я вот еще... Да, давленько. Да, вы же наверняка какой-нибудь еще парный случай, помимо черепахи и попанной. Ну... Еще какую-нибудь пару. А вот, например, в Челябинской области, да? Вот как раз, по-моему, и вечный огонь тоже в Челябинской области погасили. Залили, что ли, чем-то? Или что-то такое с ним сделали очередной раз. Ну, вот это отдельная тема. Кстати, вопрос сакральности священного огня. А вот что можно делать со священным огнем, с вечным огнем, да, на местах воинских мемориалов? Что можно делать? Понятно, что чего-то делать нельзя. А вот можно ли, например, сжечь на этом огне ватник? Зачем? Если ватник... С точки зрения физики? Можно. Нет, нет, нет. Если ватник, например, заражен спорами сибирской язвы, только что откопан, и требуется его немедленная ликвидация, да? А можно ли на этом огне кипятить воду, чтобы стерилизовать стеклянные шприцы, да? А вот что еще можно делать на вечном огне так, чтобы это не получило бы так называемого общественного осуждения и патриотической истерики? Вот я, кстати, просил бы зрителя Эхо написать мне и сообщить, что еще, вот перечень действий допустимых, скажем так, со священным огнем. Можно сразу? Можно сразу? У меня уже есть. Нет, это правда, на самом деле, потому что у нас в Петербурге на Марсово-Поле люди без определенного места жительства ходят греться. Греться, да. Ну, Греция, скажем так, это предсказуемо и банально. Я подозреваю, что очень дерзкие, очень дерзкие, поголовно влюбленные в Журавлеву. Так, это сейчас... Да. Мочи-трела была в мой огород. Нет, это была не стрела, это был тортик. Это был тортик. Спасибо. Поголовно влюбленные в Журавлеву слушатели Эхо Москвы предложат какие-нибудь варианты, от которых мы с вами тут еще подзашатаемся, Оленька, уверяю вас. Значит, дорогие радиослушатели, зрители канала YouTube Эхо Москвы, присылайте, пожалуйста, ваши варианты. Что вы считаете, как сказать, от чего не пострадает сакральность вечного огня, но при этом вы полагаете, что с вечным огнем это проделать можно и даже, может быть, должно. Да, в некоторых случаях. Как в случае с борьбой с сибирской язвой, например. Пишите, пишите, будет интересно. Так, нет, это не про секс, дорогой фан А. Нет, это не про секс совершенно. Я хотел поговорить за русскую науку на данный момент, потому что... Да, 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 да. Вот помните, я рассказывал в Москве про резиновых кукол с искусственным интеллектом в борделе, который там специально... Да, да, там открылся бордель с этими электрическими резиновыми куклами. Зачем это сделано, чтобы не нужно было пользоваться? В мире доцентов, где избирают главного лжеученого. И это выбор этого главного лжеученого напоминает схватку резиновых кукол за губную помаду. Вот примерно так же это осмысленно. Вообще больше глупостей, чем разговор о какой бы то ни было лже науке, представить невозможно. Потому что наука предоставляет почти неограниченное право на любую ошибку. И очень многие ошибки в результате оказывались такими эмбрионами, в том числе и величайших и блестительных открытий впоследствии. Мы помним, до какой степени глупо и грубо ошибался там Галь и Шпурцхейм с их френологией. Однако именно это позволило позже выйти на смысл динамической локализации функций в мозге. Наука это вообще место, где ко всему следует относиться абсолютно иначе. В противном случае она становится религией. Вот я много, честно говоря, пережил увлечений страстных. И я если уж на кого-то подсаживаюсь, то крепко. И так я подсаживался на Клода Бернара, на Пенфилда очень крепко. И у меня было безумное увлечение полингом. Знаете, кто это такой? Это действительно невероятно прекрасный, дважды лауреат Нобелевской премии, восхитительный химик. Заслуги полинга мы не будем обсуждать. И в один прекрасный момент я помню, как я напарываюсь на работу полинга не больше, не меньше, как об ортомолекулярной медицине. О влиянии витамина С на лечение психических болезней. Ни в коем случае, то есть большего бреда и большей лженауки представить себе невозможно. Ни в коем случае не ищите, не находите и не читайте этого, не прикасайтесь. А потом я ознакомился вот с подлинной реакцией настоящих академических кругов и поразился той мягкости, снисходительности и, я бы сказал, какой-то такой удивительной нежности максимально, что позволил себе настоящий академический мир. Это были слова Шварца, который написал, что в этот день для меня полинг потерял часть своего ореола. И все. И насколько это резко и страшно контрастирует с местными нашими недотыкомками, которые зачем-то устраивают абсолютно бессмысленные судилища. Понятно, что им нужен хайп. Александр Глебович, от вас слышать такие гимны терпимости и вот к какому-то такому специальному подходу, это только к ученым относится? Да, потому что серьезные знания нуждаются в этой обстановке удивительной терпимости и не терпят никакого религиозного отношения и никакой агрессии. Вот там действительно, мы же знаем, что все эти знания приходится выращивать по маленькому миллиметрику на знания, на древе каждой дисциплины и прибавлять там вот эти вот крошечные-крошечные успехи. А вы, оказывается, позитивный коллега Нечай наверняка это знает прекрасно. Да, вы же позитивист получается. Да. Слушайте, а как же Петрик? Хорошо. Хотите, на последнюю минутку я вам предложу варианты, что можно делать в случае с вечным огнем? Уже ответили? Закалять клинок. Так. Ну, не очень хороший вариант, но я понимаю, насколько он точный. Жечь навольнят. Так, хорошо. Зажечь храмовую свечу, Александр Глебович. О, вот это... Вот здесь полиция замучается. Да. Вот согласитесь. Да. Красиво. Вот я говорю, что... Кто кого пересакралит, я бы так сказала. Да. Прекрасные слушатели. Я просто вот снимаю гарнитуру и раскланиваюсь. Ну, вот у меня тут еще был вопрос, на который я обещал ответить, поскольку... Да, еще сжигать запрещенные книги, листы с военной тайной, шифровки, послание групп, артбилет. То есть, оказывается, не так уж сакрален этот вечный огонь, и на нем можно производить множество различных бытовых действий. Просушить пеленки и согреть молока для ребенка. В конце-то концов. Да. Ну вот. Почему бы... Оля, я предлагаю туда отправить Белковского, чтобы он там читал свои стихи. Пусть он там, да, Белковского читать стихи отправить. Это прекрасный финал. Это, кстати, будет ютюбить сейчас. На этом мы заканчиваем. Валерий Нечай, Александр Невзоров, Ольга Журавлева были с вами. И Стас Белковский на стремянке рядом. За кадром на табуретке. Он не за кадром. Курим, ругаемся матом. И дайте мне беруши. Вон вата. Вата есть. Вата, блин. Я-то думал, ты действительно там кого-то задрал. Белковский крестится. Ну, 3-4. А где это будет показано? Я же числа. Да в ютюбе. В ютюбе там как минимум. Стасик Белковский. Смотров. В общем, я бы стал Стасиком для вас. Да не Взорова, да. Извините. Веникий Стас. Поехали. Сиянием звезд далеких и безразлично. Был ворот дороги. Озарел. Дорога шла вокруг горы Масличной. Внизу под ней протекал кедром. Ну, извините, ребят. Так вот живенько сегодня получилось. Да. Так вот живенько. Так вот живенько. Спасибо. Так вот живенько. Так вот живенько. Продолжение следует...